Книга «Открытым оком», тема «Дети. Лагерь. Стан», том 4, вопрос 1298. Наши дети учатся в школе, и они там выбирают себе героев, с кого писать свой образ. И они серьезно верят, что можно прожить так, как жил Давыдов или Нагульнов из романа Шолохова «Поднятая целина». В действительности же неверующие могут ли быть такими примерами? Кого вы знаете? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Люди мира сего разделяются на классы, на богатых и бедных, по образованию, национальности, полу, здоровью, положению в обществе и т.д. и т.п. Слово Божие, Святая Библия, всех людей делит только надвое, левое и правое, рад, рай и ад, жизнь и смерть, вера и неверие. Сирахова, 33 глава, 14 стих. Как напротив зла добро и напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник, так смотри и на все дела Всевышнего, их по два, одно напротив другого. Сирахова, 42 глава, 25 стих. Все они вдвойне, одно напротив другого, и ничего не сотворил он несовершенным. Иоанна, 3 глава, 18 стих. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна, 3 глава, 36 стих. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 1 Иоанна, 3 глава, 10 стих. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Матфея, 25 глава, 46 стих. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Вся жизнь дана человеку для того, чтобы определиться, с кем ты хочешь быть. Ясно, что всем хочется в рай. Значит, и руководителя нужно искать такого же, кому можно подражать, который доведет тебя до желаемой пристани. Апостол Павел увещевает. 1 Коринфянам, 4 глава, 16 стих. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Филиппийцам, 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 1 Коринфянам, 3 глава, с 10 по 13 стих. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Неверующий человек для верующего никогда, ни одной секунды не может быть образцом во всем, и особенно в вере и в цели жизни. А верующий даже среднего уровня для любого неверующего может быть примером».